В Орженикизовском районе в этом году они были разбиты сразу на 13 торговых точках. Это было сделано для создания между крестьянскими хозяйствами здоровой конкуренции, которая заставила бы фермеров, стремящихся быстрее реализовать свой товар, начать снижать цены. Удалось ли районной администрации добиться желаемого эффекта и сколько что стоит, попыталась выяснить Татьяна Артеменко. Сельскохозяйственные ярмарки давно уже получили статус народных. Поэтому при приеме заявок на торговлю от фермерских хозяйств цены на продукцию обсуждались в первую очередь. К сожалению, рост стоимости бензина и труда продавцов не позволил оставить все цены на уровне прошлого года. Однако подняты они были весьма незначительно. В общем-то у нас по району на свеклу поднялась цена немного. Прошлый год 12-13 рублей, у нас было в этом году 15 рублей. Незначительно на картофель поднялась цена. В прошлом году было самое минимальное 13 рублей, в этом году максимально 15 рублей за килограмм. Где-то на левом берегу 14 рублей. А вот цены на морковь и капусту остались прежними – по 15 рублей за килограмм. Всю эту продукцию представили фермеры девяти крестьянских хозяйств из Верхнеуральского и Агаповского районов. Как выяснилось, чрезмерно жаркий август не помешал селянам собрать богатый урожай. Урожай вообще собрали хороший, и Розара, и Спиридон, и Невская картошечка, вся хорошая, ровненькая. Правда, не такая крупная, как хотелось бы, но хорошая. На хранение она будет вообще идеальная, потому что она средненькая такая, потому что крупная не всегда сохраняется. Однако, признается Елена, поначалу магнитогорцы в упор не замечали ни хорошего урожая, ни низких цен. Практически две недели торговля стояла. Очень слабо было. Покупали иногда по полкило, по две штучки, на пробу картошку по четыре штучки. Потом приходили уже мешками, сейчас берут уже все, распробовали, начали покупать все. Активнее просто стали. Торговля пошла с приходом холодов. Сейчас ту же картошку берут уже не поштучно, а килограммами. На 400, 500, а то и 600 рублей. У кого какая семья. И вошедшие в азарт продавцы, с согласия фермеров, действительно уже кое-где начали на рубль-два сбрасывать цены. А также предлагают дополнительные виды услуг. Пообещали доставить до лифта. Очень удобно. И цена нормальная. Работать ярмарки будут кто до 31 октября, а кто и дольше. Так что, говорят фермеры, приходите. Продукции хватит на всех.